Золотая коллекция киностудии Молдова Фильм. 16 фильмов художественных и документальных, 16 историй о городе и его жителях. Каждый день на кинофестивале Аншлаг. В зале есть и бендерчане, которых показывают на большом экране. Как сделать, чтобы неповторимая красота, однажды увиденная художником, ждала нас повсюду? Фестиваль документальных фильмов в Бендерах продолжается. Показывают картину 1976 года «Формула радуги» – кинозарисовка о художниках бендерского шелкового комбината. На экране творческая лаборатория предприятия. Именно здесь когда-то рождались художественные шедевры ткацкого производства. А сейчас, спустя полвека, в зале те, кто создавал всю эту красоту. Маргарита Хилинская приехала на комбинат после Ивановского технологического техникума. На шелковый комбинат я приехала по распределению. И мне так здесь понравилось, что я осталась на всю жизнь. Я всю жизнь мечтала быть художником по тканям, и моя мечта сбылась. И получилось так, что с Молдовы приехали операторы, режиссеры, решили снять фильм о нашем комбинате. О художниках в основном. Откуда все это появляется, откуда рисунки на ткани. Нас возили по всей Молдавии. Искали самые лучшие и красивые места. Ну, я в восторге была тогда. Край вообще очень красивый. За этот период, который я работал, предприятие все равно развивалось. Также работали художники, также проводились художественные советы. За период моей работы я начал с того, что полностью реконструировал им помещение. Мы создали им лучшие условия труда. Предприятие в Советском Союзе пользовалось авторитетом. Каждый день, когда идут ретроспективные показы, зал полон. Зрители приходят задолго до начала сеанса. Очень подошло. Мы не только сегодня, мы уже третий день ходим и смотрим, получаем такое удовольствие. Вы даже не представляете, как для нас это все наша молодость, наша юность. Ну, все. Вы знаете, вчера смотрели Айда Лиза. Она сидела рядышком, эта женщина. И я говорю, как будто вы так унулись в те годы. Такой подъем дает, и такое вдохновение какое-то. Прямо хочется жить и радоваться жизни. Впереди еще фестивальные дни и несколько кинолент. Художественные и документальные. На экране будут бендеры середины и конца 80-х. Уникальная хроника и события тех лет. Продолжение следует...